Здравствуйте! Меня зовут Наталья Витальевна. Я у вас сегодня проведу урок по художественному воспитанию в шестом классе. И тема у нас такая – искусство средневековья. Прежде чем мы начнем с вами работу, вам нужно будет в тетради расчертить таблицу. Это будет наша с вами тематическая портфолио. По ходу презентации и разговора вы будете заносить в свою таблицу краткие данные. У вас должна быть колонка «Виды искусства», куда вы впишите архитектура, скульптура, живопись, миниатюра и декоративное искусство. Дальше у вас должна быть колонка «Византийское искусство», «Романское искусство» и «Готическое искусство». Итак, даю вам несколько секунд, чтобы вы продолжили чертить таблицу. Не обязательно выписывать целое слово целиком, можно лишь сокращенно написать. Итак, Византия – восточная окраина Римской империи. Начала свое существование с 4 века и просуществовала почти до середины 15 века. Византия – это часть Римской империи, которая сохранилась после развала Большой Римской империи на Западную и Восточную части. Столица Византии – Константинополь, была названа в честь императора Константина Великого, который основал город. Византийцы сумели объединить в своем искусстве традиции древних греков, пропорциональность, гармоничность и новые христианские требования. На слайде вы видите портретное и мозаичное изображение Константина Великого. Архитектура Византии у нас ассоциируется сразу с собором Святой Софии при мудрости Божией. Это главный кафедральный собор, который в 1453 году стал мечетью. Сейчас это музей, который охраняет организация ЮНЕСКО и характеризует это зданием «Золотой век Византийской империи». Более тысячи лет этот собор был самым большим собором в мире. Высота Софийского собора – 55,6 метра, диаметр купола – 31 метр. Особенностью этого храма является различие между внешним и внутренним украшением. Снаружи мы видим, что украшений у храма практически нет, оно не имеет такой четкой лаконичной архитектурной формы. Но внутренняя отделка храма поражает своим великолепием. Она длилась не один десяток и даже сотню лет. Все стены храма покрыты многоцветной мозаикой. Основной фон мозаики – золотой, что и создает такую особую праздничную атмосферу внутри храма. Купол храма располагается на сорока арочных окнах. Простенки между окнами так малы, что в яркий солнечный день кажутся тонкими нитями. В старину люди придумали красивую легенду о том, что купол опущен с небес, и ангелы держат его на цепях. Еще один храм в Византии – это церковь Сан-Виталий в городе Равена. Теперь это город Италии. Важнейший памятник византийского искусства в Западной Европе. Она выделяется среди других церквей великолепием своих мозаик. Так, равноценных мозаик нет на территории всего европейского и восточного государства. Но вы видите, что храм снаружи также не выделяется особой красотой. Вслед за византийским искусством пришел новый стиль – романский стиль. И просуществовал он в течение X-XII века в странах Западной Европы. Именно в той части, где была Западная Римская империя. Основным заказчиком архитектурных сооружений и других произведений искусства являлась церковь. Дело в том, что церковь была главным руководителем стиля жизни. И поэтому, конечно, мы видим историю Средневековья благодаря архитектурным сооружениям. В этот период строились монастыри, соборы и замки. Все сооружения отличаются мощными стенами, арочными конструкциями, которые придумали еще древние римляне, и очень внушительным видом. Многочисленные междоусобные феодальные войны были причиной строительства зданий с многочисленными сторожевыми башнями. На данной иллюстрации вы видите аббатство Клюни – характерный пример романской архитектуры. Это макет сооружения. На этом слайде вы видите знаменитый архитектурный комплекс в романском стиле в итальянском городе Пиза. Этот комплекс состоит из трех зданий. Первое здание – это колокольня. В народе мы все ее знаем как падающая башня. Под цифрой 2 – главный собор. И третье здание – это баптистерий, крестильня. Главный декоративный элемент снаружи храма – это архитектурная круглая арочка. Особенностью романского стиля являются еще и такие детали. Например, портал. Что такое портал? Портал – это архитектурно и скульптурно оформленный вход в храм. Вы видите, что это некоторое углубление. Мы словно переходим из одного измерения в другое. Очень часто в портале было пространство между дверью. Пространство выглядело в виде полукруга или треугольника. Эта часть называлась тимпаном. И в нее очень часто вписывали архитектурные детали или скульптурные композиции. В данном случае мы видим скульптурную композицию, которая называется «День страшного суда». Для средневекового человека все изображения были абсолютно понятны. Нам с вами нужны теперь дополнительные пояснения. Но теперь эту скульптуру называют «говорящей», потому что каждый знак имел определенное значение. Романская скульптура вообще предназначалась для украшения храма снаружи и внутри. И очень часто сюжетами романской скульптуры являлись евангельские сюжеты или сцены из Библии. Фигуры в романской скульптуре не такие изящные и стройные, как в Древней Греции, но они несут в себе более глубокое духовное переживание и вызывают такие же переживания у зрителя. В это же время активно развивается романская миниатюра. Это что такое миниатюра? Это что-то маленькое. Это работы малых размеров, изображающие библейские и евангельские сцены. Очень часто романская миниатюра применяется в книге. Книги в то время писались от руки. И в это время также появляется традиция начала фразы или начала страницы текста выделять особой, большой буквой. Ее называют буквицей или инициалом. Романское декоративное искусство – это многочисленные художественные изделия из разных материалов. Из камня, из ткани, из дерева. Они поражают качеством обработки металла и четкой выверенной композицией. Вслед за романским стилем приходит готический стиль. Он просуществовал с XII по XIII век и был распространен в странах Западной Европы. Вы можете посмотреть две иллюстрации. С левой стороны – это арочные своды романского стиля. А с правой стороны – это стрельчатые своды готического стиля. Посмотрите, как меняется внутреннее убранство храма. В это время происходит своеобразная революция в архитектуре. Строители, инженеры и архитекторы придумывают каркасное строительство. Сначала выстраивался каркас, потом заполнялись промежутки. Каркасное строительство позволило стены храма поднять намного выше, сделать их тоньше, и поэтому храмы выглядят более нарядно и воздушно. Арочные проемы приобретают более изящную, вытянутую форму стрельчатой арки. Сравните два портала – портал в романском стиле и портал в готическом стиле. Портал в готическом стиле становится более нарядным. Здесь применяются для украшения не только архитектурные детали, но и скульптурные композиции, фигуры святых, ангелов и какие-то другие детали. Кроме того, в это время активно появляются детали внутри храма. Чтобы скрыть точки пересечения каркасных строений, используется небольшое декоративное украшение – розетка. Оно напоминает нам какую-то форму в виде цветка. Но на стенах храма, чаще всего это начиналось на западной стене, появляется большое круглое окно в виде цветка. Это окно называется «Роза». Снаружи эта роза выполнена из камня, а внутри она заполняется красивым узором, сложным узором из стекла. Яркий представитель готической архитектуры – собор Парижской Богоматери. Обратите внимание на размеры. Высота храма – 35 метров, а высота башен – 69 метров. Мы видим, что вход в храм с западной стороны украшен сложными порталами. И над входом мы видим то самое окно – роза. Готическая скульптура становится более изящной и более стройной, но сохраняет то же значение, которое имело в романской архитектуре. Пропорции людей становятся более реалистичными, но тела их по-прежнему закрыты в одежде из ткани. Готическое декоративное искусство продолжает традиции романского искусства. Единственное, что делает огромный шаг вперед – это витражное искусство. Количество цветов стекла увеличивается, гамма расширяется, детали становятся более хрупкими. И мы с вами видим внутреннюю часть окна роза, выполненного в виде витража. Теперь давайте проверим ваши записи в тетради. В византийском искусстве у вас должна быть запись о соборе Святой Софии. Кроме того, вы там должны записать собор Сан-Витали в Равене. И в разделе «Живопись» вы можете написать мозаика в Святой Софии и в Равене. Романское искусство. Вы должны указать о особенности романской архитектуры. Это мощные стены, это башни, виды строений, замки, монастыри, соборы, новый вид храма – базилика и архитектурный комплекс в городе Пиза. Дальше вы обязательно должны указать о том, что существовала говорящая скульптура, о ее пропорциях. Вот, готическое искусство. Обязательно нужно сказать, что появилось каркасное строение, что появилось украшение розетка и окно роза. Примеры готической архитектуры – собор Парижской Богоматери. В скульптуре вы должны написать о том, что фигуры людей становятся более правдоподобными. Вот, в детали, в разделе «Миниатюра» в византийском искусстве мы упустим эту деталь. А вот романское и готическое искусство мы можем объединить и записать там «Евангелист Лука», пример которого вы увидели на слайде. И изделия из металла в декоративном искусстве и витражи собора Парижской Богоматери. Кроме того, рекомендую вам составить словарь новых терминов. Вы должны написать и запомнить, что такое арка, и что она бывает полукруглая или циркульная, и стрельчатая арка, базилика, витраж, купол, мозаика, портал, роза-окно, розетка и тимпан. А теперь, для того, чтобы закрепить наши знания, предлагаю вам выполнить творческую работу. Вы можете сделать витраж в стиле средневекового окна роза. Для этого вам надо будет начертить окружность диаметром 20 см, расчертить ее на равные доли, выполнить сначала рисунок простым карандашом, раскрасить его любым материалом и тщательно ввести черным контуром границы между цветными деталями. Так этот рисунок больше будет напоминать готическое окно или романское окно роза. Или вы можете выбрать другой вариант, мозаику. Сделать себе закладку в полоске длиной 5 см, шириной 20 см. Для этого надо будет нарезать полосочки цветной бумаги на квадратики 5 на 5 мм. Из этих цветных квадратиков выложить узор, приклеить его в вашу полосочку. И нужно закрепить эффект, чтобы они не отрывались. В народе говорят, заламинировать скотчем. Эта закладка будет вам служить долго. Желаю вам творческих успехов. И надеюсь, что что-нибудь вы выберете из витража или закладки.